Медик с талантом художника в свободное от работы время Анна Сульдина из Коголыма создает необычные куклы. В ее руках изделия в стиле ретро будто оживают. Историю заведующей детского стационарного отделения в материале наших коллег. Вот одна из моих любимых работ. Называется «Недопетые песни». Это одна из трех работ, которые я посвятила Великой Отечественной войне. И эта работа сделана на основе картины Голышева, одноименной картины «Недопетые песни». Анна Сульдина с детства занимается рукоделием. Любовь к шитью передалась ей от бабушки. Сейчас Коголымчанка создает статичные художественные куклы в своей разработанной стилистике. Были любимые куклы дома всегда. Шили на них уже в более старшем возрасте. Шили, вязали. Дочки-матери играли. Но, видимо, не наигралась. Потому что через много лет оно обратно вернулось любой куклам. Рукодельница специализируется на создании изделий в ретро и военном стиле. Идеи берет из старых военных фильмов, картин и журналов советских игрушек. В руках Анны куклы оживают. Каждая имеет свой сюжет и свою историю. «На основе вот этого Деда Мороза сделала я. Деда Мороза и Снегурочку, о которой говорила, да? Артель промыгрушка, 52-й год. Идеи берутся вообще. Вот иногда, вот из ниоткуда, вот бывает по улице, идешь, идешь. И раз какую-нибудь там девочку красивую увидела, она бежит с куклой такая счастливая. Все, я думаю, вот такую девочку сделаю. Или картину, да, фильм какой-то посмотрела, вот как «Солдат и слон». Посмотрела, вот запала в душу, все понравилось. Придумала, сюжет сделала. За основу для кукол в ход идет вата и папье-маше. Процесс долгий. На одно изделие уходит порядка двух месяцев. Обязательно вот делаем каркас для игрушечки. Вот такой специальный. Сворачиваю его, этот каркас. Потом его обматываю красиво ваткой. Обязательно вот с помощью молдов, да, там делаю личики. Помимо своего увлечения, Анна также является заведующей детского стационарного отделения. И по совместительству мамой троих детей. Я не работаю. Это два любимых дела. То есть я люблю работать и на работе, то есть я там себя отдаю работе. Дома вот эта семья, да, и в перерывах там где-то куклы. Свои работы Коголымчанка не продает. Отдает в добрые руки друзьям и знакомым. А также участвует в различных выставках. Одна из таких проходила в Москве. И рукодельница получила заслуженный приз зрительских симпатий.